Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Крачево-Черкесия. События понедельника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. На 20-м съезде партии «Единая Россия» единогласным решением утвержден новый состав Высшего Совета, в котором был переизбран и глава Крачева-Черкесии Рашид Тимрезов. Общественный совет при МВД по Крачево-Черкесии подвел итоги своей деятельности за уходящий год. В работе заседания принял участие министр внутренних дел республики Олег Мальцев. Горнолыжный сезон в Архызе официально открыт. Новые снежные трассы и канатные дороги. Курортный поселок «Романтик» готов к встрече туристами и любителями горнолыжного спорта. Смешно, весело, задорно, легко. Зрители с восторгом приняли премьеру комедии «Великолепная семерка» в исполнении труппы Республиканского русского театра драмы и комедии. Сегодня глава Крачева-Черкесии Рашид Тимрезов с гендиректором «Газпром Межрегион Черкесск» Сергеем Москаленко и заместителем председателя правительства Республики Евгением Поляковым обсудили реализацию приоритетной программы социальной догазификации. Для исполнения задач, поставленных президентом страны Владимиром Путиным, в Крачево-Черкесии оперативно включилась проект бесплатной догазификации. Был создан региональный штаб, проведена адресная инвентаризация домовладений. Всего в республике, согласно плану, газификации подлежат 5 630 домовладений в 79 населенных пунктах. К концу года мы ставим цели бесплатно подключить к голубому топливу 987 домовладений. На сегодняшний день границам 540 домов уже подведен газ, а к концу месяца планируют довести эти показатели до плановых. А уже в следующем году завершим принятый план и газифицируем еще 4643 домовладения, сказал Рашид Темрезов. В Москве прошел 20-й съезд Единой России. На пленарном заседании единогласным решением был утвержден новый состав Высшего совета партии, в который был переизбран и глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Как отметил президент России Владимир Путин, в своем видеообращении к участникам съезда «Высший смысл для всех партийцев – это служение людям и уважение к людям, защита отстаиваний и реализации интересов граждан страны». Именно на это достижение задач сегодня направлена деятельность Единой России. На съезде также переизбран председателем партии Единой России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что в Высшем совете предусмотрена возможность для доизбрания, для тех, кто покажет наилучшие результаты в партийной работе. Высший совет избирается из числа выдающихся общественных и политических деятелей. Отметим, что Высший совет Единой России будет состоять из ста человек. Его председателем переизбран Борис Грызлов. В Черкесске прошло заседание общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии, которое проводится в плановом порядке на основании указа президента России. В его работе принял участие министр внутренних дел республики Олег Мальцев. На повестку дня было вынесено пять вопросов. Подробности расскажет Мурад Женкезов. Заседания общественного совета начались с приятного. Благодарственным письмом наградил министр внутренних дел жительницу Ставропольского окрая Анну Козлову, которая помогла мужчине, потерявшему память, найти путь домой. Я ехала из Ставрополя в Черкесск и на маршрутке городской нашла этого мужчину. Точнее, уточнял, как доехать до Черкеска. А так как я ехала на машине, в итоге я ему предложила поехать со мной. На что он согласился. И по дороге мы разговорились. И оказалось, что он не знает, куда едет. Он не знает, что ему надо в Джигуту. А куда именно, он не знает. И я поняла, что нужно что-то делать. И обратилась во все паблики нашего города, края. И в том числе поисково-спасательный отряд. На заседании рассмотрели пять вопросов. О проделанной работе за минувший год был показан подробный видеоотчет. От себя лично, от имени Министерства внутренних дел хочу поблагодарить вас всех за проделанную работу. И вместе с тем попросить вас о том, чтобы вы те темпы, которые набрали, не снижали, а только наращивали их. Говоря о деятельности поисково-спасательного отряда добровольцев Карачаева-Черкесии, было отмечено, что волонтеры приняли участие в около 200 поисково-спасательных работах, в том числе за пределами республики. Участники заседания обсудили вопросы взаимодействия общественного совета с органами государственной власти. Подвели итоги работы по противодействию коррупции. Согласовали даты проверок изолятора временного содержания в Черкесске. Также рассмотрели предложения по проведению новогодней акции «Полицейский Дед Мороз» и «Помоги мечте сбыться». Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 73 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 30 555 человек. Из них 26 294 выздоровели. 482 человека госпитализированы. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии без осадков ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 2 плюс 3. В горах до 7 градусов мороза, а днём до 16 тепла. И местами плюс 5-10. В Черкесии без осадков ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0 плюс 2, а днём 14-16 градусов тепла. Три причины купить шубу в Вятских мехах. Первое. Низкие цены. Второе. Еженедельные новинки. Третье. Куртка в подарок. Кавказская 42. Напротив ТЦ «Панорама». Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. Новые снежные трассы для любителя горных лыж и сноуборда. В романтике открылся горнолыжный сезон и уже запустили два склона. За минувшие выходные Архыз посетили порядка 4 тысяч человек. Для гостей и жителей нашего региона работают 27 километров трасс и 8 канатных дорог. В том числе новая зона на Лунной поляне для начинающих. Насколько курорт готов принять рекордное количество туристов, подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Горнолыжный сезон в Архызе официально открыт. Сейчас для любителей горных лыж и сноубординга функционирует три трассы с протяженностью почти 9 километров. Запустили два склона. Это склон северный и южный. На склоне северный уже с самого утра многолюдно, так как каждый ждал открытия трасс, чтобы прокатиться и получить удовольствие от горного воздуха и комфортных спусков. Поднимаемся на высоту вместе с главой курортов Северного Кавказа Хасаном Тимижевым. Он лично решил прокатиться на горных лыжах и осмотреть готовность трасс к новому горнолыжному сезону. Погода не позволила нам, как в прошлом году, еще недели ранее запустить сезон. Но мы сегодня, все, которые к нам в гости приедут, ничуть не пожалеют по качеству снега, по качеству горнолыжных трасс, которые мы подготовили. И я думаю, все любители горных лыж порадуются тому, что впервые в этом сезоне у нас сразу, с самого начала сезона запускается северный склон. Это будет основным у нас сегодня преимуществом горнолыжных склонов Архыса. Лыжники быстрыми темпами направляются вниз, ловко скользя по склону. Стоит отметить, что трассы хорошо подготовлены и ждут любителей горнолыжного спорта. Я вот сейчас буду говорить не как руководитель этой компании, а как горнолыжник и любитель горнолыжного катания. Я вам скажу, что трассы идеально подготовлены. И даже самый-самый избалованный турист, который привык к европейским горнолыжным трассам, сегодня получат массу удовольствия, эти трассы подготовлены ничуть не хуже, а может быть даже где-то и лучше. Романтик готов к новому сезону с учетом соблюдения всех требований эпидемиологической безопасности. Это позволит не допустить распространения коронавирусной инфекции. В самих сервисных центрах проводится тщательная регулярная санобработка и соблюдается масочный режим. С целью безопасного пребывания на территории в плане заболеваемости ковидом по поручению главы Карачао-Черкесской республики Рашида Борисповича Тимрезова особое внимание уделяется заселению, работы предпринимателей на территории. Допустим, заселение средства размещения происходит только при наличии QR-кода о вакцинировании либо о перенесенном заболевании. И также отрицательный ПЦР-тест в течение 72 часов. Мы так давно ждали открытия нового горнолыжного сезона, и Архыз является тем местом, куда нам хочется возвращаться вновь и вновь, отмечают гости нашей республики. Сегодня приехал у нас супер открытие Архыза. Трасса великолепная, погода сегодня просто шикарная, солнечная. Чуть трасса ледяная, но сейчас ее подотпустят, и катание будет вообще супер просто. Так что спасибо большое Архызу. Самые приятные, самые лучшие, самые высшие. Первый спуск в этом году. Незабываемые впечатления. Мы очень рады, потому что долго ждали. Сезон в этом году чуть запозднился, и очень хочется кататься. Очень-очень-очень. На курорте открытый сервис-центр, где работают пункты проката горнолыжного снаряжения, и созданы все условия для комфортного отдыха. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Романтик, Архыз. Премьера в Русском театре драмы и комедии. Актерская труппа представила на сцене Республиканской филармонии комедию «Великолепная семейка», от просмотра которой зрители переполняли положительные эмоции. На премьере побывал и наш корреспондент Корча Биджеев. На первом этаже, в экологически чистом районе, на окраине города. Езжать можете. Ход в сад. Вытащила вторую бабочку. Действие происходит в старинном доме, расположенном в центре города, в котором проживают две дамы почетного возраста. Приковывает внимание взаимоотношения сестер. Они ругаются, мирятся. И попав в критическую ситуацию, решают проблемы сообща. И вот одна из таких проблем постучалась в дверь. Нет, это не соседка, которая порой захаживает к ним. И не почтальон. И родственники так рано не приходят. Грабитель? Так он уже был и заходил через окно. Они становятся мишенями для местной власти, которая пытается обманом заполучить шикарный особняк. А также непутевая родня, которая тоже хочет откусить кусочек от пирога. Все хотят заполучить такой дом. А получится ли? Комедия – это как раз текст, тонкий юмор. Просит на чувство юмора любого человека. А кто обладает этим чувством, у него светлые мозги. Значит, он воспринимает это. Я не думаю, что вот такой хороший текст, и тонкий юмор никому не повредит. Тем более, сегодня, когда в каком-то унынии через эту пандемию, я думаю, есть смысл именно не драматизировать обстановку, а так поставить комедию для того, чтобы как-то положительные эмоции люди принимали, воспринимали это. Замечательная актерская игра заставляет зрителя, не отрывая глаз от сцены, наблюдать за пьесой. В конце бурными овациями и громким смехом провожают работников музы талии, музы комедии и легкой поэзии. Это же у нас комедия. По идее, они должны расслабиться на нашем спектакле, получить удовольствие, отдохнуть. Замечательный режиссер, который у нас ставил не одну постановку, он как бы и ставил много у нас сказок и много спектаклей. Работать с ним легко и как бы всегда с удовольствием. Зрители переполняли эмоции, и эти эмоции были исключительно положительными. Уходя из зала, они желали актерам театра больше премьер, ведь их непревзойденная игра запала в сердца зрителей. Театр скрашивает наши дни, дарит нам незабываемые впечатления. Смешно, весело, задорно, легко. Настроение подняли всем, мне кажется, всему залу. В восторге, мне очень понравилось. Веселые, интересные. У нас трупа, оказывается, такая. Ребята выложились на все сто. И вот еще одна замечательная новость. За этой премьерой в скором времени последует другая для детей. Ведь, как говорит директор театра, их мы не можем оставить без праздника и улыбок. Тарча Беджиев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Черкесск погружается в новогоднее настроение. На главной площади города уже стоит красавица-елка. Появились световые инсталляции. Хоть елку и не привезли из леса, но она своему ярким убранством создает предпраздничное настроение. Новый год в России традиционно отмечают широко. Но в период пандемии привычных для жителей гуляний не будет. Но украшенная елка будет радовать все праздничные дни. Таким был понедельник, Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас продолжение фильма «Ключ от всех дверей». Приятного просмотра и ждите вести. Субтитры подогнал «Симон» 10 декабря в 17.15 в прямом эфире телеканалов «Россия-1», «Архыз-24», «Радио России» и «КЧР-ФМ». Глава Карачаева-Черкесии ответит на вопросы жителей республики. Вы можете задать свой вопрос Рашиду Тимрезову по многоканальному телефону 8 800 222 44. Также присылайте свои видеообращения через WhatsApp по номеру 8 918 710 99 90. Итак, 10 декабря в 17.15 задайте свой вопрос главе республики.